Физкульт привет друзья ученики и просто случайный зритель вы знаете у меня много статей и видеороликов о правильности с моей точки зрения выполнения тех или иных упражнений в частности очень много написано и снято видео роликов о приседаниях и становой тяги не просто по технике а мы разбираем каждый отдельный участок движения амплитуды как начинать движение как заканчивать движение и больше всего вопросов мне приходит по поводу стартового положения принятия стартового положения в становой тяги в дед лифтах в чем вопрос смысл в том что я считаю и рекомендую всем своим ученикам и делаю сам так когда вы подходите для того чтобы сделать подход становой тяги мое мнение вы должны подойти вплотную к грифу для того чтобы ноги касались грифа как я аргументирую это когда вы начинаете принимать стартовое положение вы опускаетесь опускаете таз вниз беретесь за гриф и если вам нужно гриф немножечко что чаще всего происходит отъезжает вперед но друзья вы занимаете стартовую позицию у меня гриф никуда не отъезжает я благодаря такому началу могу очень четко встать в ту стартовую позицию которая позволит мне грамотно с технической точки зрения начать выполнять движение вот чем обосновывается моя точка зрения и мои рекомендации в том чтобы начать движение непосредственно когда вы подходите к грифу вплотную касаетесь его ногами что происходит и чаще всего я вижу у новичков у ребят среднего уровня когда они подходят оставляя зазор в пару сантиметров до грифа те кто как-то возможно пропускал уроки становой тяги начинают движение с того как многие в приседаниях что начинают выводить коленки вперед для того чтобы коснуться грифа ногами другими словами положение стартовое тело изначально становится неправильно естественно вы начинаете движение уже неправильно пятки у вас отрываются почему потому что вы излишне уходите вперед но друзья вы мне пишите что в своих роликах михаил кокляев рекомендует оставлять зазор в два сантиметра действительно друзья это тоже на самом деле не является ошибкой как это вижу я во первых друзья я даю рекомендации непосредственно для тех кто занимается телостроительством по дебилдингам михаил обучает о чем он говорит всегда в первую очередь тяжелоатлетов я думаю это связано как-то с этим и естественно михаил очень высокий сам по себе человек атлет и кости у него гораздо длиннее чем у среднестатического парня и девушки поэтому ему так удобнее делать и с технической точки зрения он все равно знает ровно насколько ему нужно подойти для того чтобы грамотно опуститься опустить таз вниз для того чтобы стопа стояла на полу целиком и полностью но друзья михаил все-таки тяжелоатлет несмотря на то что он и в пол лифтинге показал неплохие результаты и в силовом экстриме я больше занимаюсь бодибилдингом хотя выступал и по стронгмену и поэтому я попросил дать свое видение кто прав кто не прав моего друга дмитрия головинского на что он любезно согласился и давайте послушаем что скажет и что думает дмитрий по этому вопросу пара комментариев относительно рекомендации михаила кокляева про постановку ног в становой тяги значит если говорить непосредственно про данный комментарий то нужно здесь понимать на чем он обоснован и чем руководствуется михаил когда дает подобную рекомендацию если вспомнить что михаил пришел в стронгмен и в пауэрлифтинг из тяжелой атлетики то можно обратившись к источникам диалактическим увидеть что рекомендация постановки стоп в толчке или рывке она следующую спортсмен должен установить стопы таким образом чтобы проекция грифа приходилось на плюс нефаланговые суставы стопы из этих соображений михаил кокляев выставляется четко как по учебнику вот однако если говорить примитивно к самой тяги здесь будет несколько отличий а именно во первых на тяге как правило используется обувь без подошвы и на ней стопа соответственно снова на плоского отличает штангета где немножко приподнят приподнята пятка за счет каблука и голень уже немножко наклоняется вперед это первое второе конечно же да у спортсменов разная тропометрия с разной длиной голени и бедра в стартовой точке когда спортсмен уже выполнит захват грифа и подсет положение будет отличаться у одних голени уже войдет зацепление с грифом у других от грифа до голени будет некоторое расстояние так вот естественно да если задача выполнить тягу наибольшего веса не толчок или рывок а вот именно тягу наибольшего веса нужно максимально совместить центр тяжести штанги и спортсмена а это достигается всегда постановкой таким образом чтобы голень непосредственно касалась грифа поэтому в общем то нельзя сказать что михаил кокляев где-то противоречит общепринятому стоим здесь все точно так же однако опять же штангисты привыкли выставляться применительно к плоскости пальцев применительно к плоскости стопы применительно к тому что вот спортсмен ровно стоит поставил ноги под штангу и выставился пау лифтеры да и другая собственно да публика бодибилдерская и прочее они все-таки рассуждают применительно к исходному положению уже непосредственно в тяге то есть спортсмен стал уже выполнил обтяжку захват грифа руками под сет и подобное соответственно стартовой позиции если брать не пред стартового положения именно стартовое положение наиболее целесообразно чтобы голень и штанги касалась вот это можно заметить еще интересный нюанс относительно того что михаил рекомендует ставить стопы параллельно здесь я бы выразил свое мнение что все-таки некоторые минимальный разворот носков на 20-30 градусов все-таки дает большую устойчивость и большую проекцию опоры поэтому если первом случае это будет прямоугольник то во втором случае это будет трапеция которая даст в общем-то до большую устойчивость большую стабильность спортсмен вот такие комментарии на этот счет можно дать день спасибо тебе большое за развернутый очень грамотный ответ кстати я тоже не подумал о том что михаил являясь тяжелоатлетом наверняка возможно делает и становую тягу штангетках а вы знаете что ну по крайней мере я не видел ни одного пауклифтера и тем более воде билдера чтобы он делал именно становую тягу в штангетках да многие приседают штангетках но на становой тяги многие даже разуваются несмотря на то что подошва тренажерном зале у большинства разбирающихся людей плоская они такая как ходит основная масса ничего не понимающих в том какая нужна обувь кстати у меня есть ролик тоже на эту тему друзья ну что я надеюсь вы убедились как правильно начинать движение как подходить к грифу при выполнении становой тяги спасибо дмитрию кстати подписывайтесь на его канал у него очень много интересных стримов с различными людьми из силовых видов спорта и сам дмитрий очень грамотный спортсмен мы это знаем потому что его жим уходит за 300 килограмм да и мало кто может в мире потягаться с дмитрием в подъемах штанги на бицепс ну что друзья смотрите мои ролики задавайте вопросы какие вы хотели бы чтобы мы еще с вами обсудили и увидимся как всегда в тренажерном зале всем сухой мышечной массы и силы без травм а также друзья не забывайте что 1 июня стартует обучение обучение от меня и от стефана которая даст вам невероятное количество современных научно обоснованных теоретических и практических знаний что поможет вам самому тренироваться и быть одним из лучших и грамотных тренеров обучение будет длиться полтора года и будет разбита на три триместра каждый триместр по шесть месяцев полгода в конце каждого вы будете сдавать экзамен и получать сертификат на русском и на английском языке интерактивная с обратной связью обучение и после всего этого тот кто успешно его пройдет будет нами рекомендован и мной и степаном во всех наших соцсетях как один из тренеров которому можно и нужно доверять тренеров Субтитры создавал DimaTorzok